А теперь смотрим реакцию Люси Ёжиков нет, называется. Всё, контролирую её. Так, Ангелина и вся мохнатая ребятня. Приближается лето. Маленьких надо выгуливать. Но не ходить же папе Владу всё время в джемпере. Вот и решила купить переносочку. Кенгую. Если внутрь вставить наволочку от Степашкиного пледа, Малыши не выскочат. На всякий случай сделала две маленьких подушечки. Вдруг будет глубоко. Так, что ты ешь? Что ты ешь? Грецкий орех уже. Увидела в ролике, что Ангелюша бегает по дому в топочках. Посылаю вам ещё. Раздадите девочкам и мальчикам. Ищет ёжиков. Всё началось с переноски. А она в посылку не влезла. Поэтому поедет дополнительным пакетом. Это, наверное, вот та переноска, которая приехала. А огурчиков очень обязательно пришлю. Сделаю баночки поменьше. Так, Люся. Людмила. Спасибо, Людмила. Вам огромное. Держи её. Ой, это что-то красивое такое. Шоколадка. Открыточка. С днём рождения. Татьяна. Поздравляю с днём рождения. Любви, удачи, вдохновения. И всех желаний исполнения. Самые наилучшие пожелания, Людмила. Спасибо, Людмила. Спасибо большое. Так, Люся, не трогай письмо. Аккуратненько. Не надо на меня, Люся. Ну, не надо. У меня волосы были. Это же Шемля. Люся, вон иди попрыгай. Вон, смотри. Вон, папа. Папа что достал. Ай-яй-яй-яй. Ага, ага. У меня там дети, папа. Давай, давай, залазь. Пока я тут разберу. Так, Микаил Пришвин. Кладовое солнце. Это книжечки. Пока Люся там играет. Восточная сказка. Раскраска для девочки. Ангелюше передадим. Шарлис с начинкой. Вадика, любимые казинаки богучарские. Вадик, тебе чашечка хорошего кофе твоего любимого. Ой, Степашки. Вон и Люся. Вон, сколько. Агуши. Печенюшки. Ой, Ангелюша любит пить с молочком. Так, вот такие постилки. Для наших. Манюнь фруктовые. И еще постилочки. Ой, Люся. Как хорошо, Миша с Машей прислали тебе. Хоть на минуту можно тебе отвлечь. Мамеладик. Укусненький. Вот такой майамеладик. Я люблю такие печенюшки. Шоколадочки. Шоколадочки. Изюморех. Шоколадки. Милка. Орехи, которые Дуся уже достала так быстренько убрать. Иначе орехи будут по всему дому. Вот такая вкусняшка. Такие конфетки. О, Ангелюшки пазлики. Две картины и по пятьсот наборы. Печенюшка манго. Такой шарлис. Красный мак такой. Такие конфеточки. Такой шарлис конфеточки. Леденцы для Ангелюшки. Это хава мраморная, Вадик. Для тебя. Боже, как он ее хорошо отвлекает. Белевская постила. Людька. Спасибо, Людмила, огромное. За ваши щедрые подарки. Быстренько. Есть шанс быстренько спрятать. Пока Люся не смогла выбраться. Ой, как ей понравилось. Надо будет только купить, наверное, еще шариков побольше. И она тогда будет. Вообще, малышни еще как бы, ну, еще не так интересно. Так, это я что, рано сказала? Опа! Ой, ой, довольная. Когда она так крикстит, это она довольная такая. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Опа-ч-чет. Наше спасибо. Опа! Людька, я радуется. Опа! Все, готовый это акцион. Люся, опа! Люся, надо срочно шариков больше накупить. Опа! Чтобы ей пыгать было мягко в шарике. Опа! А, вот, ты хотя бы не жили, ты не успеваешь. Оп! Это как собаки, которые, знаете, кидают мяч. Вот так. И сама уже на руки прыгает. Опа! Люся. Промахнулась. Да, да, муженька. Спасибо, Людмила. Огромная летит у нас в Рязанскую область. Ты все пропустила, Люся. Я уже все распаковала. Всего пустотено. Я не сказала. Кораблинский район. Или Кораблинский район. Или Кораблинский. Наверное, Кораблинский район. И еще одна у нас посылочка сегодня. Папа, папа, скажи. Играйся, ты вижу, мам, еще одна посылочка. Люся, ты куда? Люся, ты оттуда будешь? Опа! Прямо в руки. Нет, Люся, это человек, но на нее, конечно, энергии нужно очень много. Опа! Опа! Давай, Вадик, завтра понедельник поедем в магазин. Купим шариков такого СБ, чтобы было много. Так, а у нас посылочка Хасина Генрея такой от Москва. Это наш замечательный поэт, писатель для детей. И, друзья, кто помнит, именно Генрея Тахасина нам прислала песенку колыбельную для гамадрилят, которую мы ставили на слова Ольги Павловой, если я не ошибаюсь. Так, что ты откинул? О, что ты нашел крышко? Дорогие Татьяна и Влад, так, держи, что она потащила? Ты вместе с этим будешь прыгать? Давай мне. Да, сейчас, ага, скажи, сам себе добудь. Забирай, забирай. Дорогие Татьяна и Влад, спасибо вам за ваш благородный труд, за все, что вы делаете для выкаживания сказничков. А Ангелина, участвовав в этом, растет доброй, сочувствующей и щедрой душой девочкой. В прошлой посылке я отправляла разные вкусняшки, но мне захотелось отправить что-то именно Ангелине. Мне так нравится, как она читает письмо. Ой, а сейчас Ангелюши нет, она бы сейчас прочла. Ангелюши посылаю милашку, доску для рисования и шоколад. Вам, Татьяна, с днем рождения, ваши любимые Рафаэлла, к ним кофе и ирландские сливки. Забрала. Владу, Белевскую пастилу и карамельки, ну вон карамельки уже, опа! С карамельками Люся уже носится. Моя просьба, вместе с посылкой я отправляла флешку с написанными нами, мной и Ольгой Павловой, вот правильно, песенкой, да. Но я песенку так и не услышала. Суть не в том, что мы старались, а в том, что песенка на самом деле очаровательная, действительно очаровательная. Она была написана и спета еще когда не было маняши. Но это не имеет значения. Там говорится и о мире, и о покое для всех людей, что сейчас так злободневно. Флешку еще раз складываю письмо. Поставьте ее, пожалуйста, в эфире прямо сейчас. Пусть ее услышат подписчики, которые искренне любят гомодрилят. Колыбельная для маленьких гомодрилят. Текст Генриетта и Хасиной. Мелодия и исполнение Ольги Павловой. С уважением, Генриетта и Оля. Давай сейчас. Прямо сейчас мы ее поставим. Я сейчас просто покажу. Опа! Ой, какой замечательный малыш. Я думаю, Ангелюшке понравится. И мы, конечно, наверное, просто посылка ушла раньше, чем мы поставили флешку. Так, 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 так. Это рейландские сливки и эфиревы. Это точно мне. А Белевская пастила папе с тобой. Ой, ой. Это вы можете делиться. Вот такой планшет. Вот такая раскрасочка от Генриетты. Вам конфетки. Белевская пастила. Шоколадочки. Ой. И вот такие вот это тоже вкусняшечки. Так, и это поставлю сюда. Люся! Люся шмыгнула. А мы сейчас, я с удовольствием включу Генриетта, Олечка. Я думаю, что вы видели видео, в которое мы включали и слышали те слова. И, главное, читали те комментарии, которые написали люди. Насколько, ну, и нам, понятно, Элегу Алексеевичу, и людям, насколько понравилась эта песня. Я сейчас с удовольствием включу. Я закачала ее себе в телефон. Опа! И сейчас мы с удовольствием еще раз послушаем. Так. Михалышка. Так утомились днем. Смотрит луна в окошко. И окражается в нем. Глазки уже накрыли. И он все сжимает степанушу. Сон плетел на крыльях. Молошью в бою подмашу. Бою-бай. Бою-бай. Баю-бай. Баю-бушки, баю-бой. Луся вздыхает во сне. Мягко дрожат ресницы. Может, ей что-то снится. Или так кажется мне. Шепчет природа сама. Всем нужен сонный покой. Ольга Ивановна, заходите, заходите. Мы слушаем колыбельную. Сейчас. Сейчас. Молошки, баю-бай. Олечка, Генри, это спасибо огромное за вашу песню, за ваше творчество. Еще мы Ангелине не читали эти книги. Чуть-чуть подрастет. И будем обязательно читать. И скорее всего именно под эту колыбельную. Спасибо вам огромное.